В прошлый раз, когда 9 мая был выключен интернет, я давал интервью Нью-Йоркскому подразделению РТВ и телевидению. И у меня журналист говорит, спрашивает, как это возможно? Вот мы находимся в Нью-Йорке, и когда мы слышим от вас, получаем информацию из других источников о том, что интернет был совсем отключен, мы считаем это какое-то безумие. Даже в африканских странах это является нонсенсом. Но Казахстан на глазах не был такой страной. Так вот, они изумляются. И я хочу вам сказать, что уровень отключения интернета у нас был покруче, чем в Венесуэле. А в Венесуэле там совсем плохо. Так вот, к чему это приведет? Вот смотрите, будет большое количество международных наблюдателей, по-моему, около полутора тысяч. Будут журналисты. И у нас выключает интернет. Какой день? В день выборов. День проведения досрочных выборов президента. Какая будет реакция международная? Однозначно, что Казахстан проводит нелегитимные выборы. Что протестующие выходит и требует проведения честных, справедливых выборов. Что протестующие требуют, обратить внимание, это в глазах международного сообщества и даже наших законов, эти действия законные и легитимные. Протестующие требуют честных, справедливых выборов. Протестующие требуют нести необходимые поправки законодательства, которые бы соответствовали нормам нашей Конституции и требованиям, соглашениям международным, которые подписал Казахстан. Все, ничего экстремистского нет. И в этот момент выключается интернет, перекрываются места для проведения этого протеста. И полиция действует безобразно, то есть панические действия власти. Однозначно, эти выборы будут восприняты как нелегитимные. То есть наша задача доказать, показать, что это нелегитимные выборы, во-первых, во-вторых, добиться их отмены. Так вот, власть, отключив интернет, просто помогает нам четче выразить наши требования, показать реальную нелегитимность этих выборов и далее. Как вы знаете, отключение интернета наносит огромный ущерб бизнесу. Магазины не могут провести расчеты карточками. Те, кто находятся за рубежом, имеющие казахские карточки, карточки наших банков, они теряют возможность рассчитываться. Кто-то застрял в дороге, кто-то застрял в метро, кто-то не может оплатить свои счета в отеле. Это гигантский скандал. Это мощнейший международный резонанс. И у меня позиция, если они это сделают, они просто сделают хуже себе.